В конце августа, в начале сентября мы с соседями увидели афишу о том, что в парке будет проводиться реконструкция под патронатом народного депутата Украины Константина Усова. Мы очень обрадовались этому объявлению, потому что парк старый, он нуждался в том, чтобы его почистили, чтобы, может быть, где-то починили фонари. То есть реконструкция как изменение к лучшему была воспринята местными жителями очень положительно. И вдруг в конце августа, где-то около 1 сентября, произошло что-то невообразимое. Была вырезана одним разом дубовая роща. Мы решили, что происходит что-то случайное и неправомерное. Значит, соседи вызвали полицию, попытались остановить эту вырубку. И мы, я не участвовала в этом, мои соседи обратились в приемную Константина Усова для того, чтобы провести совместную беседу о том, что же в принципе происходит. Мы были уверены, что это ошибка. После того, как мы встретились с Константином Усовым, мы поняли, что нас никто не будет слушать. То есть он нам сказал, что замовник проекту Дніпро, виконував проект Дніпро и, согласно проекту, дерева будут прибираться так, как это нужно проекту. А никто не будет зважать на то, что там ростет. Синние породы, не цинние породы. И мы решили проверить законность действий этой организации, девелопмент групп Андария, которая выполняла эти работы. Потому что на момент, когда мы к ним обратились с просьбой показать проект, проектных документов у них не было. У них были какие-то бумаги, которые легко можно найти в интернете, соответственно предъявить. То есть люди на нашей улице разбираются. И инженеры сказали, что это не проект, это ерунда. Мы обратились и в милицию, и в полицию, и в прокуратуру. Мы обратились в экологические службы. И наша мысль о том, что происходит что-то неправомерное подтвердилась. У них нет документов. Нет документов разрешительных на проведение работ на заповедной территории. Более того, мы получили документ, в котором говорится о том, что на этой территории запрещены любые строительные работы. Мы живем в экологически грязном городе. Возле нас близко разрабатывается карьер. Там идут постоянно взрывы. И вот парк был буфером между нами и карьером. Площадь этого парка, листвы, метры квадратные, они забирали очень много пыли. Которая теперь оседает у нас на окнах, на подоконниках. Мы убираем теперь чуть ли не каждый день в доме, и у нас очень пыльно, очень грязно. Эту функцию выполнял парк. То есть ценность этого парка была именно в деревьях, а не в бетонных площадках. Или в каких-то других, может быть, спортивных площадках. Или в каких-то других обещанных усовым благах. И так дальше, и так дальше. То есть была изменена экологическая среда. Это наше здоровье. Все более-менее образованные люди понимают, что дерево дает кислород. Что дает бетонная площадка. У нас весь город забетонирован, закрыт каким-то твердым покрытием, как они это называют. И это было уникальное место, где маленький кусочек дикой природы сохранился среди большого промышленного города. Вот теперь он исчез. Исполнители этих работ получили большие деньги от продажи деревьев. Значит, депутат Петрухин, к которому мы тоже обратились, потребовал документы, которые говорили о том, куда делись стволы. Это либо полигоны, на которые вывозят мусор, либо это продажа, но тогда город должен получить эти деньги. Этих документов в том числе нет. И вот мы получили 18 июня ответ от экологической инспекции Киева, которая пишет о том, что они неоднократно по нашему обращению приглашали экологические бригады. И эти экологические бригады, и Криворожский, и Днепропетровский не были допущены на территорию парка. И это официальное письмо говорит о том, что нет у них документов разрешительных, экологических, на проведение вот подобных работ. Мне очень удивительно, что это не в глухом месте происходит. Посредине большого города, в государстве возможны такие вещи яркие, то есть не где-то тихо кто-то что-то частным образом делает, а в общем-то это делается под руководством, и я думаю, что возможно было произвести такие неправомерные действия под руководством народного депутата Украины. У людей есть власть, сила обнести двухметровым забором территорию и не пускать туда людей, у них есть охрана там на территории. Мы обращались в организации, которые должны были бы защитить наши права, как территориальные громады. И мы были очень удивлены, что эти организации или не имеют полномочий, или не хотят вступать в, как они говорят, в политический конфликт за территорию этого парка. То есть вопросы экологии, вопросы здоровья не являются настолько важными, сколько важными являются какие-то частные интересы каких-то частных лиц. Я так это понимаю. Мы получаем документы о том, что документов нет, но мы, и более того, эта экологическая инспекция пишет о том, что они обратились в правоохранительные органы, но мы не видим никаких действий правоохранительных органов, которые, допустим, что-то меняют на территории парка. Вот сейчас, на сегодняшний момент, я каждый день хожу мимо этого забора, если подняться на мост, значит, видно, что происходит на территории парка, поскольку там уже пустыня, абсолютно голая территория, она просматривается полностью. Так вот, работы не ведутся с мая месяца. До дня открытых дверей было какое-то движение, которое позволило сделать вид каких-то работ на территории парка. То есть какие-то беседки поставлены, опять же, с нарушением экологических законов. То есть на береговой линии нельзя ставить очень близко к реке, берег может оплыть под, значит, были вырублены кусты, была снята почва, были поставлены беседки. То есть специалистов экологических, видимо, никто не спрашивает, как нужно это делать. Я была изумлена тем, что произошло. Официальная комиссия от МИСК-выконкома, мы обращались неоднократно на имя Вилкула, Маляренко, Пана Ивана Карова, то есть те люди, которые как будто бы занимаются вот этими вопросами. И вот была создана комиссия, в которую вошли и экологи нашего города, и другие какие-то представители. И официальная комиссия потребовала открыть, значит, дверь, и чтобы инспектировать, что же происходит на территории парка. Потом произошло что-то, опять же, удивительное с моей точки зрения. Значит, нам было отказано в доступе на территорию парка, по причине того, что кто-то какую-то телефонограмму не получил. То есть они не были предупреждены заранее, поэтому они нам, значит, отказали во входе. Мы попросили местного жителя из частного сектора пройти через его территорию, чтобы посмотреть, что происходит все-таки на территории парка. Закрытость, почти военная закрытость этого объекта изумляет всех. Мы уже думаем, что там строятся коттеджи, откровенно говоря, частные коттеджи или какие-то гостиницы, или развлекательные центры. Мы не можем себе представить, что же там такое происходит, что официальная комиссия не может хотя бы визуально обследовать происходящее на территории. И когда открылась калитка этого частного домовладения, вдруг на нас напали люди спортивного такого вида, которое схватили представителя, значит, от нашей группы активистов, она эколог, она возглавляет экологическое бюро, начали тащить в парк, вот, поднялся крик, кто-то начал, значит, пшикать, как нам в полиции потом сказали, вогнегаснику порошком. И, так сказать, мы с большим трудом ее втащили, она первая вошла на территорию парка назад, значит, ворота были закрыты, полетели камни, причем с нашей стороны тоже кто-то что-то кинул, там это видно на видеозаписи. Вот, мы вызвали полицию, и дальше происходят опять удивительные дела с точки зрения знакомого. Следователь, по-моему, он следователь называется, я фамилию запомнила, Алабушкин, сказал, что он не будет брать у нас показания, как у потерпевших, вот, он сказал, что ему неинтересны наши аргументы, доводы, как мы видим эту ситуацию, и как бы полиция будет разбираться уже со своего кабинета, что же все-таки произошло. И мы обращались в полицию с требованием признать нас потерпевшими, я чувствую себя глубоко оскорбленной, я не ожидала, что кто-то будет, как говорится, пшикать каким-то газом, это неизвестно, как может сказаться на здоровье, в общем-то, в будущем. На что, в общем-то, в полиции сказано было, что они визуально не видят телесных ушколь, уже ни причин признать нас потерпевшими, они тоже как бы не видят. Более того, они не хотят исследовать результаты, вот, на одежде остался этот порошок. Мы очень грамотно завязали эту одежду в целлофан, и думали, что кто-то будет выяснять, это же наше представление, что это из огнетушителя был порошок, а кто его знает, что это было на самом деле. То есть получается какой-то странный замкнутый круг. Мы обратились в суд с командой активистов, которые были на территории парка и пострадали, мы обратились в суд признать нас потерпевшими, как людей, которые утратили этот парк, как экологическую нишу. Суд отказал нам в этом, там я получила из суда, так сказать, бумагу о том, что суд считает, что поскольку наши интересы представляют мисс Виконком и народные депутаты, которых мы избрали, то они же и должны представлять наши интересы в суде, что является противозаконным, как выясняется. Но у меня впечатление, что никто не хочет разбираться с этим делом по-настоящему. То есть что мы ожидали вначале? Что приедут специалисты и однозначно после проверки нам скажут, вы знаете, вы не правы. Вот есть такие-то документы, которые говорят о том, что УСОВ, Девелопмент Групп, хотели что-то хорошего для народа и они согласно законам Украины действовали в рамках правового поля. Что выясняется в процессе? Что таких ответов никто не дает. Более того, мы получаем ответы из разных организаций, которые обращались, что они действуют не в правовом поле, но найти рычаг, который остановит реконструкцию и накажет виновных. И в результате что мы хотим? Мы хотели бы восстановить парк. Нам не нужны бетонные площадки. То есть тема экологии остается актуальной в Кривом Роге. Я что-то не знаю, чтобы у нас улучшилась ситуация. То есть в городе нужно садить деревья. Здесь не нужно бетонировать, потому что мы погибнем физически. Вы понимаете, доказать то, что человек действует неправильно, очень трудно. Если бы они предоставили документ о том, что они, куда это они дели легально, это доказанный факт. Они их продали. Это доказанный факт. Они продали эти деревья. Доказан кем? Отсутствием документов, которые говорят о том, где состоялась купля-продажа. То есть есть акты выполненных работ. И вот в этих актах, если человек что-то продал, или, как они утверждают, отправил на полигон, как и мусор, то у них должна быть бумага о том, что такое действие произведено. Они же действуют не на частной территории, у себя где-то что-то закопали. То есть такие бумаги должны быть. Этих бумаг нет. Значит, как я, мне кажется, вижу ситуацию, что был заказан проект для пустыря. То есть люди в Днепропетровске сделали проект парка вот на пустой территории, чтобы можно было построить, посадить, и будет гораздо лучше, чем пустырь. Это безусловно. Они не учли о том, что на территории уже есть деревья, и кое-какие из них достаточно ценные. Поэтому, когда команда заехала, для них это было голое поле. Вот здесь должна быть площадка. То, что тут березы, акации, тубы, это было никому интересно. Они это вырубили. Конечно, это не должно было пропасть. Дерево стоит очень дорого, это всем известно. Они это продали. И согласно этому проекту, они сделали площадку. Не было учтено, что этот парк имеет свою историю. Не было учтено, что этот парк имеет ценные эти породы деревьев, которые не было учтено ничего. То есть люди заехали на пустырь. Вот мне кажется, причина... Если бы Усов сделал на пустыре такой проект, люди были бы в восторге. И назвали бы парк его именем, и тут не было бы никакой... У нас масса пустырей на территории нашего города. Проблема была в том, что там не было пустыря. Там сформировалась своя экосистема. У нас на территории жили ушастые совы, которые занесены в Красную книгу. Естественно, ничего нет. И ёжики, и белочки, которые радовали горожан, значит, они все... Всё это разбежалось, погибло. Это не может жить на бетоне. Я бы хотела, чтобы это закончилось победой закона над частным произволом. Я так это понимаю. Мне бы хотелось, что несмотря на то, что парк мы, в общем-то, утеряли, и моё разочарование, глубинное разочарование, состоит в том, что мы вовремя обратились в инстанции. И если бы тогда остановили, многое можно было бы сберечь. Причём продолжить реконструкцию, но огибая этими дорожками эти деревья. А, в общем-то, я не знаю, мне кажется, это должно закончиться позитивно. Потому что, не веря в позитивный результат, наверное, у нас бы никто не брался за это дело. Я ведь не одна участвую в этом процессе. То есть люди пишут, которые дорог этот парк, они неравнодушны к его судьбе, они обращаются и дальше. Но, я же вам повторяю, люди заехали как на пустырь. Им было неинтересно. Они хотели, так сказать, выполнить свою работу, и тут вдруг выяснилось, что ещё можно что-то украсть. Деревья, по разным слухам, трёх миллионов они взяли. Забор чугуны они украли. Я не знаю, стоимость, но люди, знающие, говорили, что одна секция там, в общем, короче говоря, и на 20-м, кажется, на 20-м этот чугунный забор восстановили. Он имеет какую-то даже ценность историческую. Это литьё, то есть это дорогие вещи. И что удивительно, нам тут же говорят, парк не стоит ни на чьём балансе, забор не стоит ни на чьём балансе. Поэтому мы обращаемся о том, что это украдено, а это вроде как ничейное. То есть как ничейное. Опять же, судья быстро нашёл нам мисс Ваконкома. Сказал, почему они не представляют ваши интересы? Они сами от себя подали в суд, между прочим, как-то отдельно. Вот Иван Каррой, на него там пшикнуло, не пшикнуло, я не знаю, но он как-то от себя подал в суд за вот этот наш поход. Или от мисс Ваконкома, скорее всего. То есть люди разводят руками, но они ничего не делают. Прокурор сказал, у меня нет повноважения. Я говорю, мы ожидаем, что вы прекратите. Он говорит, что вы ожидаете нас? Арестуйте, прекратите это дело. Что мы ожидали? Что люди скажут, ну давайте бумаги. Если бумаги есть, даже выдуманные, даже купленные, даже поддельные, их очень легко предвидеть. Сказать, какие к нам претензии, ребята? Смотрите, вот печати, вот бумаги, до свидания вам. Этих бумаг нет. Просто никто не ожидал, что кто-то возмутится и будет искать вообще что-то. То есть человек официальное лицо. Он начинает реконструкцию. Браво, бис. Все, никто не будет вникать, чем дело кончится. Они получили разрешение с горводоканала на забор воды. Они подключились к нашей канализации. Что мы можем думать? Что там будет стройка. Чего? Я не буду выдумывать, я не знаю. Но для парка площадки автомобильные не нужны. А для ресторана – да. Никто из ресторана не поедет в свой транспорт или пешком не пойдет. Такси и так дальше. То есть получается, что вот парк Богдана Хмельницкого у нас в городе, на что он похож? Это уже не парк. Это уже кафе под деревьями. Но оно приносит, видимо, доход финансовый. А этот парк стоит себе и стоит, совы там живут. Люди смеются, им кажется, что это что-то смешное.